Знаю этой новости уже недели две. Катаку подтвердили, что будут ремастеры 3д вселенной GTA, но когда собственно новость появилась, я был в отпуске, потом нужно было играть в DLC легиона, ну и когда перевернул календарь, я с ужасом обнаружил, что уже 3 сентября, но не высказаться об этой теме не могу, ибо вы знаете, я очень люблю эти игры, особенно Vice City, которые для меня 10 из 10, а еще пару роликов назад я как раз затрагивал тему того, что хочу ремейк этой игры, к тому же этот ремастер не самый типичный. Катаку говорит, что игры портировали на новый движок, то есть это все же больше, чем обычный ремастер, но все же, вы про всю эту новость уже знаете, я повторять в сотый раз ее не буду, сегодня займемся другим, а именно расскажу про 5 главных вещей, которых я жду от ремастера слэш полу ремейка этой трилогии, хотя я думаю вы прекрасно знаете, какая у меня самая главная хотелка. Хочу, чтобы в ремастере был фильм про ослика, и это не обсуждается. Конечно очень хочется, чтобы в трилогию завезли новые клевые возможности, из очевидного, конечно же нужно добавить возможность плавать в третью часть и особенно в Vice City, ибо вода там везде, случайно зафейлить и упасть в нее не так уж и трудно, а цена подобной ошибки слишком высока. Герой появится в больнице, у тебя отберут оружие и часть денег, либо же если не хотите всего этого лишиться, то придется перезагрузить сохранение и потерять часть прогресса, что очень обидно. Я помню как мы с пацанами играли в эту игру и использовали лайфхак с читом, смотрите и учитесь. Когда падаешь в воду, нужно быстро печатать код здоровья. Вот так мы и выживали в то суровое время без плавающих героев. Еще одна крайне архаичная вещь в этой трилогии, это то, что в миссиях нет чекпоинтов, и нет возможности сразу их перезапустить. Если ты провалишь какое-то задание, то придется еще раз до этой миссии добираться и начать ее с самого начала. Конечно, есть те, которые скажут, что это казуаливание, но таким людям я могу сказать только одно. Слышь, ты ее просто тут можно сделать как в четвертой части, например. Провалишь миссию, и если хочешь, можешь ее сразу запустить снова, если нет, не запускаешь. В принципе логично. Еще, конечно, можно добавить в ремастере более обширный автопарк. Это в основном касается третьей части. Там нет мотоциклов, нет нормального летающего аппарата, там только дудо с обрезанными крыльями. И если кто-то из вас смог на нем полетать, то чуваки, я вами восхищаюсь. А пацаны, которые летали на танке, вообще звери. Также я бы хотел более удобную систему сохранения, чтобы не бояться за свой прогресс и амуницию, если случайно поймали копы, например. Ну и в общем, как вы видите, все эти новые возможности нужны для того, чтобы просто было удобнее играть в эти игры. Потому что если 20 лет назад некоторые вещи смотрелись нормально, то сейчас по большей части это архаика, которая будет вызывать только фрустрацию. Стрельба в этих играх, конечно, сильно устарела. В той же третьей части и в iCity у тебя просто есть прицел в центре экрана. Камера на него постоянно направлена, а также сам герой всегда смотрит в эту точку. Из-за чего комично выглядит то, что когда ты вертишь камерой, герой будто на роликах вертится вокруг своей оси. То есть, в принципе, ты даже не управляешь нормально своим оружием. А про какую-то отдачу я даже молчу. Но в San Andreas стрельба намного лучше. Там ты не фиксирован в одной точке. У тебя больше свободы, и ты чувствуешь, что управляешь именно оружием. Появилась возможность перекатов, прицеливания и так далее. Поэтому, как по мне, именно механику стрельбы из этой игры надо улучшить. Надо добавить физику врагов. Какой-нибудь рэк-долл или собственную эйфорию. Более крутые звуки и отдачу от оружия. Ну и все это нужно добавить во всех трех играх. И будет идеально. Также нужно изменить ближний бой. Он крайне корявый во всей трилогии. Этому аспекту, в принципе, стоит уделить больше внимания. В iCity я максимально старался избежать ближнего боя. Герой делает не то, что ты хочешь. Вместо других врагов бьет трупы. Анимации нельзя никак прерывать. И нормальный ближний бой можно получить только через костыль. Нужно во время атаки нажать также кнопку приседания. Так герой будет намного эффективнее драться. Да, вот так мы раньше выживали в уличных драках. Улучшенная физика машин это одна из самых приоритетных вещей для этого полуремейка. Нужно сделать более удобное управление. Особенно в третьей части. Стоит добавить реакцию на разную дорогу, чтобы машина по песку, например, не хала так же, как по обычной дороге. Реакцию на погодные условия, например, заносы по мокрому асфальту и так далее. Ну и самое главное. Мне, конечно, нравится Сан Андрес. Особенно из-за ее гениальных диалогов. Но вот некоторые вещи в этой игре сделаны прям очень плохо. Например, воздушный транспорт. Сколько боли, сколько потерянных нервов. Особенно в этих миссиях с летающими игрушками. Все это надо исправить, сделать более удобным. Ибо все эти миссии с летающими аппаратами это кошмарище. Я серьезно. Если у вас есть дети или будут когда-нибудь, и вы захотите их наказать за плохие оценки, например, то заставьте их пройти летную школу в Сан Андрес на 100%. Уверяю вас, через пару дней успеваемость в школе резко повысится. Графонии определенно надо улучшить. И тут три важных момента. Во-первых, надо поработать над модельками героев. Они реально пугают в 2021 году. Что уж говорить, у них даже пальцев нет. Во-вторых, надо увеличить дальность прорисовки. То, что есть со всякими артефактами, вообще больше никуда не годится. В-третьих, нужно текстуры поменять на более детализированные. Но ни в коем случае не стоит увлекаться в этом плане. Игры должны сохранить свою изначальную офигительную атмосферу. Ну и последнее, что я попрошу, это возвращение некоторого вырезанного контента. Я не требую целые сюжетные линии или что-то в этом роде. Просто из этих игр было вырезано очень много деталей. Миссия с самолетом в третьей части. Или, думаю, многие из вас знают про квартиру Трица из Вайсити. Это секретное место. Но изначально ее можно было купить. А про Сан Андрес вообще молчу. Там столько вырезанного контента, что из него можно сделать отдельную игру. Ну и добавление подобных вещей освежило бы немного эти игры. И люди, которые миллион раз их прошли, захотят еще больше вернуться в их мир. И я знаю, многие из вас напишут что-то типа того, что я слишком многого хочу. Хоть это не совсем ремастер, но изменения будут минимальными. И вообще на такие запросы Rockstar могут даже сказать... И в принципе вы будете правы. То есть они не обязаны прям переделывать игры. Другие же разрабы не стараются настолько. Они могут там улучшить некоторые вещи. Но в основном это будет то же самое. Но все же я думаю, что в плане GTA такие заявления не особо уместные. Почему? Потому что это 3D трилогия GTA. Это особенные игры. Они всегда такими были. Их вклад в игровую индустрию в принципе сложно переоценить. Все издатели после них захотели свои GTA. И основы, которые Rockstar заложили в этих играх, вы видите теперь почти в любой игре с открытым миром. К тому же я не прошу полноценного ремейка каждой части. Потому что тот же San Andreas невероятно большой проект. Чтобы сделать все с нуля на новом движке, понадобится невероятное количество финансовых и человеческих ресурсов. Но эти игры все же заслужили хотя бы достойного переиздания. С некоторыми изменениями и добавлениями. Чтобы играя в них, они ощущались и смотрелись более современно. Вот и все. Пишите, что вы думаете об этом. А у меня на сегодня все. А если вам понравилось и вы ждете ремастер, то поддержите лайком и подпиской. Я потом все эти цифры покажу у Rockstar, и они увидят сколько фанатов у этих игр. Также заходите в мою ламповую группу. Ну а пока, до скорого, ребята. Нет, в конце концов он не полетел.